Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Светлана Бакина. Традиционно в конце года губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев проводит встречу с финалистами и победителями конкурса на соискании премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам. Весьма отрадно, что в этом году среди номинантов оказался и наш земляк, директор 25-й детско-юношеской спортивной школы поселка Булнаш Олег Хлюпин. Здравствуйте, Олег Сергеевич! Здравствуйте! Олег Сергеевич, у нас есть кадры этого мероприятия, давайте посмотрим на них. Ни в какой другой профессии нет такой самоотдачи, такого душевного и созидательного отношения к своей работе, как профессии учитель. От всей души благодарю вас за чуткость и внимательность, умение найти постов к детям, максимально раскрыть способности каждого ребенка. Безусловно, мы продолжим эту работу по материальному стимулированию педагогических кадров и повышению квалификации, решению их жилищных проблем. Не поскупимся и на дальнейшее оснащение материально-технической базы детских садов и школ, чтобы детям было безопасно и интересно там находиться, а учителям комфортно и плодотворно. Поделитесь, пожалуйста, каковы впечатления от встречи с губернатором Таевшицы? Ну, впечатления самые положительные. Как известно, конкурс проводится в два этапа – очный и заочный. Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждом из них. В 2015 году конкурс проводился по шести номинациям с августа по октябрь в два этапа. Первый – заочный этап. Оценивалась методическая подготовка участников, умение обобщить и представить свой педагогический опыт. В ходе второго очного этапа учителя выполняли два конкурсных задания – проведение учебного педагогического занятия с воспитанниками одного из образовательных учреждений города Екатеринбурга и мастер-класс со взрослой аудиторией. Хотелось бы немножко поподробнее услышать о очном этапе, в котором вы оказались одним из победителей. В чем сложности? Сложность в том, что я должен провести открытый урок с учениками одного из образовательных учреждений города Екатеринбурга. То есть я не знаю, кого мне дадут. Поэтому приходилось и как-то подстраиваться. И кем вам довелось проводить этот урок? В одном из лицеев города Екатеринбурга, номер я сейчас уже не помню, дали 6 человек в возрасте 12 лет. Ребята, конечно, не подготовлены к занятиям рукопашным боем. Ну, ничего, вроде бы, справились. За короткое время ребята научились наносить удары левое и правое и делать уклоны от этих ударов. То есть короткий отрезок времени, и надо максимум научить ребятам. Ну, в этом, конечно, и было волнение, потому что могут дать абсолютно неподготовленных ребят. Те, которые со спортом меня дружат, правильно, ведь мы не знаем, кого нам дадут. Или я бы своих привез подготовленных уже. Конечно, было бы проще. В этом и заключается возможность показать уровень своего мастерства и его опыта. Да, 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 да. Ну, и, как бы, второе, это был мастер-класс, то есть занятия со взрослой аудиторией. В общем-то, тоже до начала я не знаю, кто у меня будет, кто меня будет слушать, выполнять мои задания. То есть довольно-таки сложно это все. Сообщается, что жюри оценивали также интернет-ресурсы конкурсантов. Есть ли у нашей детско-юношеской спортивной школы свой интернет-ресурс? У нас есть сайт детско-юношеской спортивной школы номер 25. На встрече губернатор отметил, что поддержка системы образования является одним из приоритетных направлений работы региональной власти. В связи с этим проводится много конкурсов, тренингов. Хотелось бы поинтересоваться у вас, планируете ли вы принимать участие в подобных мероприятиях еще? На протяжении своей работы я, конечно, во многих конкурсах участвовал, в общем-то, и был у некоторых победителем, становился победителем. Ну, а сейчас данный последний конкурс, он, конечно, мне дался нелегко, тяжело. Отдохну, посмотрим, будем еще в чем-то участвовать. Хотелось бы поговорить о детском-юношеском спорте в нашем регионе. Как вы оцениваете перспективы его развития в Артемовском городском округе? Я считаю, что у нас неплохие шансы. За последние годы увеличивается число ребят, которые приходят в вашу школу, или оно остается неизменным? Нет, потихонечку, но растет количество занимающихся спортом, и это радует. Открываются ли какие-то новые кружки и секции? В данное время у нас в детской спортивной школе номер 25 ведется 9 отделений. Это футбол, хоккей, плавание, настольный теннис, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, рукопашный бой. И надо отметить, что мы еще на базе второй школы ведем еще и бокс. Какие виды спорта пользуются наибольшей популярностью среди ребят сейчас? Футбол, хоккей, рукопашный бой. Но радует, что, допустим, в последние годы в волейбол начинают ребята подтягиваться. В прошлые годы как-то не очень они шли на эту секцию. В данный момент нормально занимаются. Стремятся ли они принимать участие в каких-то областных, всероссийских соревнованиях? Именно это и хочу отметить, что наши дети стремятся участвовать в областных, федеральных уровнях. Надо, ну вот хотел бы похвастаться, что вот в этом году три наших воспитанника заняли два вторых, одно третье место на чемпионате мира по Мэйн-Номат в Казахстане. Это воспитанники нашего Дюж. Действительно достойный результат, радующий. Ну вот выделяется, конечно, на этом фоне у нас Жужкова Полина, которая уже, она становилась и призером чемпионата Азии по Мэйн-Номат. В 2013 году она заняла четвертое место в Астрахане по рукопашному бою и второе место у ней было по технике боя. То есть это в российский уровень проходил. Так что достижения у нас нормальные. Нормальные. В прошлый год вот впервые заявились на турнир, на областной турнир по хоккею. Вышли из своей подгруппы. Это впервые за 20 лет существования нашей спортивной школы. В этом году второй раз заявились. Как получится, посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Результаты будут только в... Ну, из группы выйти сложно. Лыжные гонки у нас традиционно сильные. Тренер Хайбдрахманов Фанис Фаридович. Тренер, я считаю, очень высокого уровня. И он и воспитанники постоянно участвуют в областных соревнованиях. Так что у нас... У нас все понемножечку развивается потихоньку. Какие-то виды более развиты, какие-то менее, но развиваемся. Это не может не радовать. Хотим, планируем как-то открыть пауллифтинг уже на более официальной основе. Радует, что дети начали туда ходить. У нас есть тренажерный зал. Какие проблемы испытывает ДЮС США сейчас? Проблемы есть. Это, конечно же, финансирование поездок на соревнования. Сейчас же везде все платные становятся. Но какие-то соревнования надо внести стартовый взнос. И есть взносы и поменьше, есть побольше. Это все деньги родителей не всегда могут внести за своих детей оплату. Поэтому вот здесь проблема у нас. Да и чисто поездка, закуп спорта инвентаря. Потому что инвентарь бывает портится, ломается. Особенно вот лыжникам, чтобы купить мази, порошки всякие. Это другое удобство. То есть многие из своих семейных бюджетов выделяют средства, да? Ну, здесь, да, здесь, получается, тренер работает с родителями. Не привлекаете ли внимание каких-то общественных организаций нашего региона и городского облака? Ну, раньше бы попроще было в этом отношении. Как-то наши, так скажем, организации, частные организации, как-то откликались на наши нужды. А вот последние два года как-то с трудом удается с кем-то контактировать, чтобы оказали какую-то помощь. Со слов Евгения Куйвышева, сейчас в Свердловской области уделяется серьезное внимание развитию системы образования и ее финансированию в том числе. Хотелось бы поинтересоваться у вас, произошли ли какие-то изменения в зарплате сотрудников ДЮС США? В ДЮС-25 дорожная карта выполняется в полном объеме. И когда приходят какие-то распоряжения по повышению зарплаты, мы ее выполняем. Не секрет, что мы сделали уже несколько сюжетов о ребятах, которые принимают участие в различных конкурсах. Как вы оцениваете общий уровень образования в Артемовском городском округе? Насколько я знаю, на всех совещаниях говорится, что Артемовский район у нас представлен достойно. Поздравляем вас с достижением высокой цели. Благодарим за то, что нашли время пообщаться с нами, поделиться впечатлениями. Желаем дальнейших успехов в работе, школе и ваших личных успехов. До свидания. До новых встреч, уважаемые телезрители. Продолжение следует...